Привет, друзья! Это Юрий Моша, канал Русская Америка. Сегодня я прочитал новость о том, что Центр избирком России обратился к руководству компании Google о том, что Алексей Навальный, используя площадку YouTube, призывает бойкотировать российские выборы. Ну и вообще, как бы, нехороший человек, господин Навальный. И как бы, YouTube не должен давать эту площадку для того, чтобы Навальный использовал ее в качестве своей агитации. Ну и вот в противовес американских властей, которые обвиняют Россию о том, что было вмешательство в американские выборы, они написали такое письмо в Google. Здесь, конечно, хочется в очередной раз спросить, как можно вот таких странных людей, которые пишут эти письма, набирать на работу и вообще, как эти люди могут что-то вообще делать и руководить какими-то аппаратами, какими-то министерствами, какими-то структурами. Ну это же полная глупость. Но неужели, как бы, вот просто какая-то логика человеческая в их головах не присутствует? Алексей Навальный ни от кого не скрывается, публикует, имеет свой канал на YouTube, публикует какие-то свои мысли. Он оппозиционный политик, он заявляет, что я политик, я борюсь там с путинским режимом. И он никаким образом не может быть сопоставлен в противовес троллям и фейковым аккаунтам, которые были действительно созданы в Facebook структурами Пригожина. Это повар Путина, у него кличка, тот человек, который как раз вот занимается троллингом и созданием вот этих хакерских атак, которые делались в период избирательной кампании Трампа и Хилари Клинта. То есть американцы как бы обвиняют Россию. Я пытаюсь просто объяснить там нашим зрителям, которые, может быть, не все там знают вообще много разговоров, но не знают детально, в чем вообще обвинение американцев. Американцы обвиняют Россию в том, что созданы фейковые аккаунты. И ненастоящие люди создавали группы на английском языке и говорили, что Хилари Клинтон плохая, а Трамп хороший. В этом как бы есть претензии. То есть если бы это были реальные люди, настоящие люди, которые выражали бы свое мнение, американцы бы молчали, они не могли бы что-либо сказать, потому что это люди, которые вот, не знаю, им нравится Трамп и им не нравится Хилари Клинтон. Но когда этих людей не настоящие, здесь существует обман получается, что просто робот, робот, либо люди, которые наняты, вот эти тролли, которые управляют роботами, они создают эти аккаунты и начинают там обливать грязью Хилари. Начинали тогда, это было в прошедшем времени. И восхваляли Трамп. Навальный это не тролль, это реальный человек, который говорит о том, что ему не нравится. И он, я поклонник Навального, наверное, знаете, уважаемые зрители, что мне он нравится. Я там при возможности помогаю финансово, стараюсь переводить регулярно ему деньги. И вот на протяжении там всего времени, что я живу в Америке, я всегда считал и буду считать Навального честным, порядочным человеком, политиком. И я считаю, что он делает абсолютно правильно. Что будет, какая будет реакция со стороны Google, я думаю, что, ну, по меньшей мере они просто не ответят на это письмо. Потому что, ну, даже, ну, так как можно отвечать на этот бред? Хотя я не знаю, на самом деле, как бы, может быть, у них там по протоколу положено отвечать, когда там государственные чиновники других стран пишут. Но то, что уж они посмеются, так это точно. Ну, это смешно, просто смешно. И тогда, в чем же тогда свобода слова? То есть, он делает расследование, он делает исследование, он использует YouTube. Слава Богу, что YouTube не запрещен в России пока, хотя все может быть. И эти расследования, и эти его видео смотрят миллионы человек. Навальный смелый человек, Навальный тот человек, который не боится тюрьмы. Сейчас он, кстати, находится опять в заключении. Это, как бы, уже, наверное, главная борьба с ним. Это арест его в период каких-то протестов. Вот сейчас они, фонд Пабрис Коррупция и партия Алексея Навального, которая так и не зарегистрирована, они, как раз, готовят митинги по поводу повышения пенсионного возраста. И это не нравится пунинской власти? Ну, вот, мы решили теперь попросить Google, чтобы они его канал заблокировали. Ну, что я могу сказать? Ничего не меняется. Здесь тоже много проблем в Америке. Здесь тоже много проблем в политике. Здесь Трамп, который сегодня говорит одно, завтра говорит другое. Но их, знаете, если так сравнивать, 100% брать, то, наверное, здесь там 10% проблем, а в России 100% проблем. То есть 10 раз меньше. И, конечно, я, например, тот человек, который все равно, я увлекаюсь политикой, увлекался политикой, когда жил в России. Я все равно верю в глубине души, в далеком будущем, что что-то должно измениться в стране, в которой я вырос и которую люблю на самом деле. То есть вот меня многие почему-то отождествляют, что я там ненавистник России, там, и я почему-то меня считают, что я там фанат Украины. Я россиянин, и я фанат России, я люблю свою страну, но, к сожалению, моя страна оккупирована коррупцией, которую, как бы, боготворит Путин. И все построено на том, чтобы чиновники воровали, и им дают воровать. А те там редкие случаи, чтобы кого-то там арестовывают за то, что он коррупционер, это же не борьба с коррупцией, это борьба с кланами. То есть вот когда кто-то, там, знаете, как одна крыса другой дорогу перешла, вот крысы стая набросились и эту крысу неверную съели. То есть это просто разборки. То есть реально, если бы там арестовывали тех, кто воровал и арестовывали за то, что он ворует, то, конечно, бы все в стране изменилось. Ну, однако же там садят только тех, кто кому-то дорогу перешел, либо, так скажем, ну вот, не знаю, показательные выступления какие-то, да, вот он, ну, что-то вот он немножко от стая крыси на нашей отбился, так давайте мы его там, хоп, и как бы арестуем, вот покажем народу, что мы что-то делаем и боремся. Поэтому мы же не знаем, как там все это внутри происходит. Но вот то, что происходит сейчас, это хуже и хуже все, все хуже и хуже, и ничего не меняется, ничего, ничего не улучшается. Мы не видим никакого просвета, абсолютно никакого просвета. И народ все больше и больше уезжает. И если Россия, россияне как-то, может быть, сдерживали себя в эмиграции, да, ну, не так массово уезжали, как, например, те же украинцы, там тоже все плохо, на самом деле. Если вот так сравнить Россию и Украину, там тоже ничего особо не поменялось. То есть, как бы, а что улучшилось, да, если кто-то там давно канал мой смотрит, те помнят, как я восторгался, что классно Януковича свергли, молодцы украинцы, там вроде будет демократия, что-то должно измениться. Ничего особо не поменялось. Но украинцы более массово уезжали. Так вот, россияне сейчас, ну, берут уже пример с украинцев. Уезжают за границу и понимают, что даже успешные россияне, даже которых не преследовали, а, например, предприниматели, которые понимают, что ради там будущего своих детей надо хотя бы там иметь вид на жительство в Европе, и детей перевезти за границу, чтобы они учились. Это понимают и сами коррупционеры, чиновники. Посмотрите, где учатся и живут их дети. В основном это Лондон, другие европейские страны, те же Соединенные Штаты Америки, Канада и так далее. Вот, поэтому в Австрии полно. То есть, все хорошие места, все хорошие страны облюбовали как раз дети, жены российских чиновников. То есть, они тоже понимают, грабят там, а тратят в Европе, в Америке и в странах, где можно хранить деньги безопасности. Та же Швейцария и так далее. Ну, не знаю, немножко я так призываю вас к комментариям, уважаемые зрители, что вы думаете вообще как бы о России, о будущем, о том, что ждет страну после смерти Путина. Он не вечен, он умрет. Недавно даже Саша с моим заместителем приехали в машине и как раз рассуждали, что будет после смерти. То есть, будет ли там война кланов, либо все-таки преемник, которого он там успеет назначить, если он умрет, не внезапно, например, заболеет и назначит преемника. Он же сам-то не уйдет. То есть, преемник сможет сохранить вот эту структуру, которая коррупционная, которую он выстраивал долгие годы. Никто не знает, что, а может будет революция все-таки, и народ осмелеет, и пойдет на баррикады, и будет демократия. Вы знаете, ведь все зависит от государственного устройства. Я вот уже тоже сравнивал, приводил примеры, когда вот Южная Корея и Северная Корея – одна страна, была одна географическая территория, одна нация и два абсолютно разных стиля правления и две абсолютно разные страны. Вспомните, там, женщину президента Южной Кореи, там, за какую-то оплошность сразу сняли и арестовали, и что творит там северокорейский этот диктатор. То есть, все, что хочет, то и делает. Вот так вот, все зависит от режима. Даже и Прибалтика, ведь они смогли же стать, ну, в принципе, демократическими европейскими государствами. Да, там есть проблемы, да, не все так хорошо, как в той же Австрии или Франции, с точки зрения демократии, но... Так, подождите, мне надо повернуть бы, вот сейчас... Так, не пропустить поворот. Но все равно, за довольно короткое время, там, бывшие советские республики, был тоже социализм и советские порядки, они изменились и пришла демократия, пришли европейские законы, европейские принципы и так далее. Давайте, пишите в комментариях, что вы думаете по будущему России, по эмиграции из России на данный момент. Интересно пообщаться. Очень часто бывают здравомыслящие у нас зрители, не все, как бы, троллят мои политические высказывания. Мне интересно, конечно, пообщаться именно с такими зрителями, которые какие-то грамотные мысли будут излагать в комментариях. Пишите, буду ждать, почитаю с удовольствием. Пока.